Добрый день! Мы с вами находимся в залах Третьяковской галереи на Крымском валу. На выставке, посвященной Илье Репину, приуроченной к 175-летию со дня его рождения. Но выставку мы делали не только потому, что у Репина юбилей, но и потому, что Репин для нас сегодня представляется чрезвычайно актуальным художником. И здесь, в большом нашем зале, развернута прекрасная архитектура, на фоне которой разворачиваются большие масштабные картины Репина. Те картины, которые мы знаем с детства и привыкли к ним, и воспринимаем их как вполне хрестоматийные картины. Это и «Бурлаки на Волге», и «Запорожцы», и «Крестный ход», и «Не ждали», «Александр III перед волосными старшинами». Идея была распахнуть это огромное пространство нашего зала и раскрыть Репина как автора больших, крупноформатных, многолюдных картин. Кроме того, на нашей выставке представлены целый ряд работ, которые ранее были малоизвестны или совсем неизвестны. Ряд работ приехал из-за границы. 21 российский музей представляет свои коллекции, 7 частных собраний и 7 музейных собраний зарубежных. Конечно, очень сложно было отбирать работы на выставку, потому что репинское наследие практически неисчерпаемо, оно очень масштабно, оно очень объемно. Нашими коллегами, сотрудниками музея Пинат подсчитано, что у Репина более 2000 портретов живописных, более 500 картин, а графическое наследие, оно, так сказать, вообще просто не подается счету. На нашей выставке присутствует чуть-чуть более 170 живописных произведений и 130 графических произведений. В общем, мы считаем и говорим, что у нас около 300 произведений представлены на выставке. Репин является главным художником XIX века. Он прожил невероятно длинную жизнь. Он родился в 1844 году в Чугуеве на Харьковщине, а умер в 1930 году на территории Финляндии. Сегодня мы традиционно делим творчество репина на два неравноценных, наверное, этапа. Неравноценных, прежде всего, по хронологии. Первый большой этап – это так называемый классический репин. Он начинается с его больших, известных всем работ. «Крестный ход», «Не ждали», «Запорожцы» и так далее. И заканчивается классический репин работой торжественного заседания Государственного совета. А дальше традиционно все специалисты рассматривают позднее творчество репина. Этот период иногда еще называется пинатским периодом. Часто его называли порой творческого взведания. Рассматривали позднего репина как слабого художника, как художника, утратившего какой-то темперамент творческий, утратившего какую-то энергию жизненную. Это связано отчасти и с тем, что у репина начались проблемы с правой рукой. Он постоянно работал, постоянно находился в трудах. И после окончания картины «Запорожцы» у него начала сохнуть правая рука. Он научился писать левой, потому что жить без своего творчества он не мог, без процесса творчества. Он изобрел подвесную палитру, поскольку она была очень тяжелой. Нашу выставку мы открываем автопортретом 2015 года. Автопортретом репина, который был ему заказан Игорем Грабарем, который в то время был попечителем Третьяковской галереи. И когда Репин писал этот портрет, он, несомненно, думал о том, каким бы он хотел, чтобы его видели потомки, мы с вами. И он изображает себя с кистями и подвесной палитрой в своей пинатской мастерской. Репин всю жизнь признавался в том, что он невероятно счастлив, имея возможность работать. В самых ранних лет, когда по его воспоминаниям далекое и близкое, он получает первые акварельные краски, и у него от восторга пошла кровь носом. Будучи человеком невероятно творческим, он приходил в восторг и легко возбуждался от проявления окружающего мира, от этого разнообразия жизни, которым он постоянно восхищался, вдохновлялся и постоянно его отражал. Отражал в маленьких набросочках, в больших картинах. И поэтому не случайно, конечно, на этом автопортрете он изображает себя таким танцующим Дон Кихотом перед Мольбертом. Но, к сожалению, этот портрет не был приобретен. И не был приобретен ровно по той причине, что Игорь Эммануилович считал творчество Репина, позднего Репина, десятых годов, слабым, недостойным собранием Третьяковской галереи. И этот портрет уже позже перешел в собрание Национальной галереи в Праге. И вторая картина, или даже, вернее, отсутствие этой картины, это отсутствующая на выставке картина «Иван Грозный и сын его Иван», которая символически открывает нашу выставку. И ее отсутствием, поскольку вы знаете, что она пережила в мае прошлого года нападение, и она очень серьезно пострадала, и сейчас она находится на технико-технологическом исследовании и ожидает последующую очень серьезную длительную реставрацию. Но мы посчитали важным отметить ее присутствие на выставке, потому что это одна из главных картин Репина. Почему она считается главной? Потому что она, несомненно, посвящена исторической теме, но эта историческая проблематика, которая взволновала Репина, она была возбуждена кровавой современностью, животрепещущей современностью. Репин, я говорила, он как лакмусовая бумажка отражал все те процессы, которые происходили в обществе. И его творчество, основные, главные его картины, они так или иначе отражают очень многое, что происходило и что затрагивало социально-политическую историю России. И здесь Репин напрямую не мог среагировать картиной на тему современной жизни, на ту брулящую, кровавую современность и те серии терактов, которые происходили и которые были связаны с убийством, прежде всего, императора Александра Второго. Он реагирует таким образом, исторической сценой. Современники очень по-разному отнеслись к этой картине, и много было критических отзывов. Но Крамской очень верно и точно написал о том, что человек, который однажды увидев эту картину, он навсегда застрахован от разнузнанности зверя, который в нем сидит. У этой картины очень необычная история. И в 1913 году она выдержала первое покушение. И потом долгое время достаточно находилась в Третьяковской галерее, постоянной экспозиции, несмотря на то, что ее сохранность серьезно пострадала. И только один раз она вывозилась из стен Третьяковской галереи. Это во время Великой Отечественной войны, во время эвакуации. В 1913 году, после нападения на картину, Максимилиан Волошин устроил диспут. Молодые художники размышляли о сути репинской картины и осуждали Репина за то, что его картина кровавая и приносит много зла. И Волошин, в частности, считал, что такого рода картины не должны находиться в музеях. Их нужно вынести из музеев. И, так сказать, репин, который являлся олицетворением передвижничества для молодых художников, их время прошло, и настало время другого искусства, молодого, яркого, эффектного. А репин со своими картинами должен, так сказать, удалиться из музея. И репин присутствовал на этом диспуте. Он вышел перед публикой и произнес фразу, которая, мне кажется, является ключевой для понимания главных каких-то позиций творчества репина. Репин задал вопрос публике, а что же теперь Шекспира запретить? Действительно, все главные картины, серьезные картины репина, они обращаются к кульминационным моментам жизни. Ему важно передать на холсте эмоциональный порыв, страстное какое-то состояние человека. Либо это страстное состояние толпы, либо это шествие толпы, объединенное каким-то общим действием, как его крестные ходы, как его бурлаки, как его манифестация. Он всякий раз стремился в окружающей жизни находить невероятно сильные по эмоциональному такому состоянию сцены и, так сказать, переносить их на холст. И сам очень страдал и очень мучился, потому что тот образ, который он видел в своем воображении, всегда отличался от того, что получалось на холсте. И он был чаще всего недоволен своими холстами и очень часто корил себя, ругал себя и признавался современникам своим, что не все получается, не все удается. Но тем не менее, каждый раз, когда его картины оказывались на выставках, они производили сенсацию, они возмущали общественное мнение. И Репин как бы бросал вызов вообще общественному мнению своими картинами, он как бы эпатировал публику, потому что те смыслы, которые несли его картины, они будоражили современников, они заставляли их думать. И сам Репин говорил, что задача искусства – разбудить человека, разбудить зрителя, разбудить его сознание, заставить его задуматься над какими-то очень важными вопросами современной жизни. А все то, что происходит в современной жизни, несомненно, имеет как бы связь и с прошлым России, и с будущим. И поэтому современность – это основа в его творчестве, при помощи которой он обращается и в прошлое нашей страны, и делает какой-то прогноз, несомненно, на будущее. Портрет матушки Татьяны Степанной Репиной является одним из ранних портретов живописных, который представлен здесь на выставке. В его исполнении, в его живописном решении, несомненно, чувствуется иконописный опыт Репина. Мы знаем, что он обучался сначала черчению и рисованию в школе военных топографов, а потом работал некоторое время иконописцем, расписывал церкви, писал иконы, прежде чем он приехал в Петербург и поступил в Академию художеств. И, конечно, такая страсть Репина к рисованию, она была поддержана прежде всего его матушкой. Она была женой отставного солдата, но была, несомненно, очень тонким, умным и добрым человеком. Репин писал о ней, что она очень его любила, действительно, она его любила, в воспоминаниях он это описывает. Но, кроме того, она была человеком инициативным. Она организовала скорняжное ателье. Было время, когда в их доме была сельская школа, и Репин вспоминал о своей матушке как об очень православном человеке, об очень верующем человеке. Она наизусть знала все службы, и, несомненно, Репин с ней тоже прошел какую-то школу вот такого правильного православного воспитания. И оно, конечно же, так сказать, отложилось в нем. И когда Репин приезжает в Петербург в 1864 году и растворяется вот в этой среде петербургской интеллигенции, разночинной интеллигенции, которая отличалась таким антирелигиозным характером мысли, и Репин, естественно, все это впитывает как губка. Но трепетное отношение к Богу у него остается. Если вплоть до революции, наверное, Репин принадлежал к числу русской интеллигенции вне церковного сознания, то в 18-м году он становится на защиту Русской Православной Церкви. И раньше считалось, что Репин не обращался к евангельским мотивам в течение вот этого классического периода, передвижнического периода, да. Но это, оказывается, не так. В 1864 году Репин приезжает в Петербург. Исполняется его давнишняя мечта. Он становится учеником Академии художеств. С самого начала он выдвинулся как один из первых учеников в Академии художеств. И здесь академический период творчества Репина, он, так сказать, открывается вот этой большой работой его «Воскрешение дочери Аира». Это академическая программа, за которую Репин получает большую золотую медаль и право на шестилетнюю поездку за границу. Картина проявляет уже какие-то творческие приемы Репина, которые свойственны именно ему. Всем известен сюжет «Воскрешение дочери Аира», когда Иисус Христос приходит в дом к Аиру, подходит к умершей дочери, лежащей на смертном одре, произносит свои слова, «Девица встань» и воскрешает к жизни. Репин, он выбирает момент ожидания чуда, ожидания чуда воскрешения. И обратите внимание, его Христос спокоен и величественен, он протягивает руку. И вот сцепление рук Христа и умершей девочки – это очень важный композиционный, геометрический узел композиции, где происходит передача тока жизни. И, наверное, как-то символично то, что Репин начинает свой творческий путь вот с такой картины, в которой Христос воскрешает к жизни, к жизни земной, эту девочку. И Репин всю жизнь будет петь гимны земной жизни. Ему, чтобы вдохновиться, ему нужно было получать непосредственно жизненные впечатления для того, чтобы создать какой-то очень сильный эмоциональный образ. И по его воспоминаниям в далеком и близком, эта картина очень долго не складывалась. И он как-то волновался, мучился. И в какой-то момент Репин вспоминает, как умерла его старшая сестра Устья. И как, вот эта цитата из его воспоминаний, как в доме все как-то сжалось и давило. И как только он вспомнил свои ощущения, он сразу же начал работать на холсте, начал искать композицию, и очень скоро ее обрел, эту композицию. В теневой части картины находятся родственники умершей дочери. Когда мы смотрим на эту часть полотна, мы понимаем, что Репин много и достаточно долго посещал Эрмитаж, изучал старое европейское искусство. И глядя на отца этой умершей девочки, мы понимаем, что уроки Рембрандта, его любимого художника, кумира, они не прошли даром. В этом сцеплении рук и токи жизни, перетекании жизни, вот эта тема жизни и смерти, она для Репина оказывается магистральной, главной в его творчестве. Обратите внимание, вот Иван Грозный, сын его Иван, тема, так сказать, убийства, жизни и смерти, темы заключенных, которые находятся на пороге жизни и смерти. В его творчестве сюжет может быть самый простой, так сказать, обыкновенный, обращаться к современной жизни, а осмысление этого сюжета будет выходить уже на какой-то иной регистр. Тогда тема жизни и смерти, она будет звучать, как-то по-новому приоткрываться. Параллельно с картиной «Воскрешение дочери Аира» Репин работает над картинами на темы современной жизни. Это редко было для ученика Академии художеств. Репин несколько раз ездил на Волгу. Сначала он Бурлаков увидел на Неве в Петербурге. С Волги он привез целый ряд этюдов, эскизов. И один из эскизов понравился великому князю Владимиру Александровичу, который посещал академические выставки. И он заказывает Репину большую картину ученику Академии художеств, что было тоже большой редкостью. Репин пишет эту картину, в течение трех лет он работает. И действительно он создает картину, которая открыла новую страницу в истории русского искусства, в истории жанровой живописи. И стала своего рода манифестом русского искусства. Любопытно, что она для всех ассоциируется с передвижническим реализмом. Хотя она была приобретена великим князем Владимиром Александровичем, а членом товарищества передвижных художественных выставок Репин стал спустя шесть лет после создания этой картины. Но, к сожалению, вот у нас много таких парадоксов в нашей истории искусства. И очень хочется тоже, чтобы как-то хронологически были разведены создание этой картины и вступление Репина в членство передвижников. Вот чем, собственно, она привлекла так современников, почему эту картину называют новаторской? Потому что Репин изображает 11 бурлаков, и каждого очень метко и четко характеризует. Он проникает в индивидуальность каждого человека. Понятно, что это опасные люди. А современники, царские чиновники, которые общались с Репином, они задавали ему вопрос, зачем ты изображаешь этих горилл, этих лапотников, эти дикие организмы. А министр путей сообщения был вообще возмущен, что Репин изобразил бурлаков, когда им, министром путей сообщения, министром транспорта, был этот вид транспорта, как он говорил, давно уже сведен к нулю. И, так сказать, это возмущение было еще связано с тем, что такие картины никому не нужны, кто их купит. Но в тот момент, когда этот вопрос был задан, эта картина уже, так сказать, была приобретена великим князем Владимиром Александровичем. И здесь тоже, так сказать, есть разного рода парадоксы, которые Репин очень любит описывать в своих воспоминаниях. Одним из таких очень увлекательных образов среди бурлаков Репина стал бурлак по имени Канин. Это бурлак, который изображен здесь, в центре, бурлак кореник, который имеет бандану на голове. И для Репина он собрегался с разными образами, что говорит о том, что Репин стремился в образе своих бурлаков насытить их какой-то многозначностью. И он сравнивал в своих воспоминаниях далекое и близкое этого бурлака с образом ученого-философа, который воспитан на трудах Пифагора, Софокла и Аристотеля. В каком-то другом месте своих воспоминаний он пишет, что он напоминает ему святого на искусе. Где-то он ему напоминает Льва Николаевича Толстого. В каких-то иных воспоминаниях он сравнивает его со статуями скифов, пленных скифов. И где-то он пишет о нем, что этот мужичок хитрая бестия. То есть это такая вот очень сложная многозначность, которая была важна Репину. И он прекрасно понимал, что в бурлаке идут люди очень сложной судьбы, трагической судьбы. Они все пережили какие-то жизненные драмы. Это опасные люди во многом. Но Репин в каждом из этих представителей этой сложной профессии видит человека, человека Божьего. Интересно, что работы над этой картиной они читали вслух Ильяду Гомера. Младший брат Репина, Василий, наигрывал им Бетховена. Впоследствии он поступает в Петербургскую консерваторию. И когда мы узнаем такие подробности работы над этой картиной, мы понимаем, что все совсем непросто. И действительно, такую баржу, например, должны были тянуть от 40 или 50 бурлаков до 200-250. Репин изображает всего 11 бурлаков. То есть он не стремится к протокольной правде жизни, а он создает правду художественную. И ему очень важно присутствие голубого неба, золотого песка, чтобы изобразить этих людей. И обращается он к барельефной композиции. А как мы знаем, барельефная композиция, она, так сказать, одна из таких очень популярных в истории мирового искусства. И таким образом Репин встраивает эту композицию своей картины «Бурлаки на Волге», которая посвящена, ну, сказать, современности, животрепещущей, волнующей современности, вызывающей разного рода, так сказать, такие эмоциональные, очень сильные реакции. Он встраивает его в контекст искусства мирового. Это тоже очень важно. И кто-то и современник это считывал, кто-то не считывал. И здесь тоже мне бы хотелось добавить очень важный момент. Репинские картины, они провоцировали людей, провоцировали на разного рода высказывания, очень часто отрицательные. Репин обладал невероятной выдержкой, он очень спокойно относился к критическим высказываниям, не только, так сказать, простых критиков, но и даже своих там друзей, единомышленников. Мы знаем, что Стасов, которого он чрезвычайно уважал, любил и ценил его высказывания, часто его критиковал. Репин мужественно выдерживал, этот давал отпор очень часто. И мне очень нравятся его высказывания, когда Репин сказал о том, что, наверное, все его картины будут достойно оценены лишь спустя 50 лет. И это тоже говорит о том, что он видел эту перспективу. И прекрасно понимал, что каждое поколение считывает свои смыслы. Так сложилось в истории восприятия его искусства, что современники видели в них одно, а в советское время в картинах Репина видели другое, сейчас мы видим третье. Каждое поколение открывает что-то свое, близкое ему, созвучное ему. И в этом, конечно же, несомненно и глубина, и неоднозначность репинских картин. В 1973 году Репин едет в путешествие по Европе в свою пенсионерскую поездку и останавливается в Париже, где проводит три очень таких плодотворных года. Репин с восторгом воспринимает все, что происходит в Европе, но не сразу. И поначалу на него европейское искусство наводит какую-то скуку, но потом он очаровывается легкостью, грацией, таким невероятно каким-то творческим воздухом, которым был славен Париж в то время. И репин, так сказать, активно смотрит то, что происходит вокруг, посещает выставки, посещает музеи. И в этих эскизах, которые находятся сейчас за моей спиной, репин экспериментирует и работает так, как работали бы лучшие французские художники, французские импрессионисты. Он живет на Монмартре, он пишет какие-то уголки Монмартра, он пишет лошадку в Виоле, в Нормандии, где, так сказать, куда они поехали, отправились вместе со своими друзьями, с Поленом, с Боголюбовым, писать на пленэре, на открытом воздухе, как это делали французские мастера. Но репин тоскует по своей родине и не случайно появляется образ украинки, который тоже написан в Париже. В Париже репин, естественно, много и часто посещает Лувр. И копирует старых европейских мастеров. Когда он пишет старого молящегося еврея, который потом по совету Боголюбова приобретет Павел Михайлович Третьяков, репин посещает Парижский салон. Его, наверное, более всего привлекали художники Парижского салона, такого академического направления. Отдавая дань ориенталистским устремлениям французского искусства, он пишет этюд негритянка из Русского музея. Париж репин переехал в сопровождение своей семьи со своей молодой женой Верой Алексеевной. И он пишет ее в Париже, пишет, ориентируясь на портреты французских, опять же, художников. И в ее портрете мы считываем влияние Эдуарда Мане. Он пишет своих маленьких двух девочек. Портрет старшей дочери Веры, сидящей в кресле. Здесь тоже считывается интерес репина к детским образом Рубенса. В портрете маленькой Нади, которая делает первые шаги, мы можем считать интерес репина к портретам Веласкеса, к маленьким инфантам. В Париже также репин задумал картину «Садко в подводном царстве», которая посвящена новгородскому купцу, который оказался в гостях у царя морского. И перед ним проходят разные красавицы, каждая из них олицетворяет по замыслу репина всех великих художников, европейских художников. Это и Тициан, и Мурильо, и Рубенс. А Садко выбирает среди них, среди этих красавиц. И глаза у него разбегаются, как у репина в Париже. Глаза разбежались от вообще вот той многокрасочной, очень яркой художественной жизни, с которой он столкнулся, и которую он, так сказать, вкусил и наслаждался. Но Садко помнит наказ своего угодника, святого угодника, выбрать девушку-чернавушку, которая изображена на картине в верхнем левом углу. И эта девушка-чернавушка, она является олицетворением и русского искусства, и той страны, откуда, собственно, Репин родом. И в это время Репин вступает в переписку с Крамским, и очень много и интересно размышляет о задачах и целях русского искусства, и об особенностях российского менталитета, об особенностях мышления русского человека. И Репин произносит очень яркие и, наверное, очень важные слова. В чем задача русского искусства? Что русское искусство должно отображать? Душа человека, лицо человека, драма жизни, жизнь толпы, индивидуальность, несомненно, человеческая индивидуальность. Это все те темы, которые Репин дальше будет разрабатывать в своем творчестве. А эта работа, она, несомненно, отдает дань искусству парижского салона. Она во многом эклектична. Но для Репина это был эксперимент, с которым он блестяще справился. И эту работу приобрел цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III. И за эту работу Репин получает звание академика, возвращается с ней, привозит ее из Парижа и экспонирует ее на академической выставке. Но современники восприняли эту работу резко отрицательно. Смотря на то, что европейское путешествие и пребывание в Париж для Репина были необычайно притягательны, он, тем не менее, сокращает свою пенсионерскую поездку и на год раньше возвращается в Россию. И последний год своего пенсиона академического он проводит в Чугуе у себя на родине. И Репин писал о том, что вот именно там, в глубине лесов и полей, русский человек живет своей настоящей, истинной, подлинной жизнью. Пребывая в Чугуеве, он задумывает целую серию работ, которые он потом будет разрабатывать довольно длительное время. И главной из этих тем, которые он находит в Чугуеве, привозит из Чугуева, стала тема крестного хода. Перед нами в этом зале раскрывается, так сказать, масштабная эта серия. Репин начинает работать над ней в 1876 году. И один из первых эскизов этой композиции из русского музея, где мы видим движение крестного хода, какую-то там небольшую, такую экзальтированную ситуацию, столпотворение вокруг икон в центре композиции. Дальше целый ряд эскизов, где Репин решает мотив шествия крестного хода. И совершенно понятно, вот на этюде из Третьяковской галереи, что уроки французского искусства, импрессионистического искусства, они не прошли даром для него. Это блестящая работа, освещенная солнцем. И надо заметить, что в эскизах Репина толпа, она обычно, так сказать, обезличена, потому что ему важно ухватить общее такое впечатление, гармоничное впечатление. Также Репин писал этюды, этюды своих односельчан. И вот мужик с дурным глазом, это крестный Репина. И сам Репин писал о том, что он испытал его дурное негативное влияние на себе несколько раз, признавался в этом. Мужичок из Робких, из музея в Нижнем Новгороде, очень любопытный тоже этюд. И само название, если вы обратите внимание, если вы выглядитесь в лицо этого человека, вы поймете, что он совсем не из Робких. Репин характеризовал его, что да, это мужичок хитрое бестие, и что у него на уме неизвестно, и может он укокошить ни одного человека. Это, так сказать, из переписки его с современниками. И любопытно, что Репин сталкивает название и образ, то есть он как бы играет. Вообще, во второй половине 19 века художники, когда давали название своим работам, они, так сказать, их понятно, что они продумывали, и очень часто был диалог, был диалог, и могло быть и какое-то противоречие, столкновение изображенного образа и названия. И Репин здесь тоже, так сказать, следует определенной традиции. Ну и, конечно, один из главных таких этюдов, хотя это, конечно, по задаче решенной, эта картина, по масштабу созданного образа, это протодиакон, сильный, могучий образ жреца, и Крамской увидел в этом жреце языческое начало, и, так сказать, Репин писал и оставил воспоминания об этом человеке очень такие яркие, и когда мы смотрим на этот образ, мы понимаем, что и христианское, и языческое, так сказать, соприкасаются в этом образе. И Репин писал, что в этом моем диаконе Иване Уланове, он с ним был знаком, воплотился экстракт всех наших диаконов, это лев духовенства, очень яркий был еще и язык у самого Репина, литературный язык, и всегда, когда говоришь о Репине, очень хочется его цитировать, он обладал блестящим литературным языком, у него очень образные метафоры, когда он характеризует те или иные свои персонажи, или размышляет об искусстве. Там же, в Чугуеве, он начинает на холсте писать крестный ход до реформенной поры, видимо, с этим крестным ходом были связаны какие-то его и детские воспоминания, но потом он, так сказать, оставляет эту работу и обращается к новому холсту, едет в Курскую коренную пустынь, и после этого в течение трех лет очень, так сказать, плотно работает над холстом крестный ход в Курской губернии. Эту картину Репин выставил на передвижной выставке и она сразу же привлекла к себе внимание и зрители разделились на тех, кто положительно оценивал эту работу и тех, кто отрицательно. Высказываний было очень много, но суть их сводилась к тому, что Репин изобразил Россию во всем ее величии, во всем ее безобразии. В советское время эту картину воспринимали как антирелигиозную, антиклерикальную картину и в частности присутствие жандармов на крестном ходе позволяло специалистам писать о том, что это крестный ход по обязанности. Сегодня, когда мы смотрим на эту картину, мы не видим вот той какой-то особой критики и какого-то антирелигиозного накала, который приписывали Репину в советское время. Сегодня мы знаем, что тот крестный ход, на который специально ездил Репин, они проходили в июле. Это было действительно празднество, празднество, на которое стекались со всей России люди, паломники. И вообще участие в крестном ходе, оно требует очень много сил. Это очень трудный крестный ход, действительно. Занимает он по протяженности 25-30 километров. И люди идут по пыльной дороге, светит полуденное солнце. Это путь длинный, тяжелый, люди устают. Репин изображает не, так сказать, вынос иконы, не какие-то такие кульминационные моменты этого крестного хода, он изображает одно из, так сказать, мгновений. Мы видим, как с достоинством степенные крестьяне, мужики, несут фонарь цветной, украшенный лентами. Мы видим, как две вещаночки, довольно набожные, несут пустой футляр от иконы. За ними двигаются певчие, и регент, видимо, делает замечание мальчишке, который там как-то себя ведет не так, как требуется. За ним идет диакон, который поправляет волосы или стирает пот салба. Дальше движется пышная барыня, таких много в российской провинции. Она с достоинством несет икону, в которую ударяет золотой луч солнца. А вообще у Репина солнечный луч, это такое главное действующее лицо во многих его картинах. Ударяя в эту икону, он фиксирует и геометрический, и смысловой центр картины. Хотя понятно, что это не чудотворные иконы. Репину неважно присутствие чудотворной иконы. Он изображает движение народа, шесть святой толпы. А на переднем плане горбун, который совершает свой путь, очень тяжелый, горбун калека, но он очень целеустремленный, его отгоняет урядник. Конная милиция, она сопровождает этот крестный ход. Дорога пыльная, и вот эта пыль, так сказать, взвесь, она как бы поднимается, да, и все окутано этой пылью, и тем не менее, какие-то солнечные блики, они гармонизируют эту картину. Репин описывает, изображает разные слои населения, которые участвуют в этом крестном ходе, они объединены этим общим движением. И как кто-то из специалистов сказал, это Россия в поисках своей благодати, движется по крестному своему пути, по страдальческому пути. Репин создает образ народа, образ России, и Репин встраивается в очень сильную, мощную традицию, когда художники изображают крестный путь русского народа. И здесь вспоминаются и Нестеров, и Борис Григорьев с его ликами России. Я предлагаю посмотреть на эту картину немножко другими глазами. Павел Михайлович Третьяков, который приобрел эту картину, он писал Репину, а почему бы вам на место бабы с футляром не поместить красивое лицо благообразной девушки, которая бы несла иконы в сферу или даже надежду? Тогда бы это была действительно русская картина, писал Третьяков. А Репин ему отвечает, а где вы видели, чтобы в большой толпе на первый план вышло бы красивое и благообразное лицо? Такого не бывает в жизни. А я художник, который воспитан на идеалах Гоголя, Белинского, Некрасова. Я художник, который следует исключительно правдой жизни и не терпит никакую фальшь, никакой обман, потому что любая фальшь, она вносит дисгармонию в картину. И Репин не стал ничего поправлять в своей работе. Он, так сказать, был уверен в том, что созданный им образ, он, так сказать, исполнен тех смыслов, которые он в них закладывал. И это очень важно, так сказать, понимать сегодня и прочитывать картины Репина именно таким образом. Закончив это полотно, Репин продолжил работу на первоначальном холсте, который он начал в конце 70-х годов и который не случайно имел тот же самый размер, что и размер этого крестного хода в Курской губернии. Его картина «Крестный ход. Явленная икона», над которой Репин работал более 40 лет, она сейчас находится в Чехии в галерее современного искусства в Градицк-Кралове. И мы, так сказать, приложили много усилий, чтобы эта картина приехала к нам на выставку. Она впервые экспонируется в Москве, вообще в России. У нас появилась возможность повесить их друг напротив друга, чтобы картины вступили в диалог с друг с другом. Когда Репин начинал писать свою картину «У Явленная икона», в его письмах встречаются такие слова «Лес», «Солнце», «Дымкодил», «Монахи», «Очарование до одури». Мне кажется, это его воспоминания из каких-то детских таких воспоминаний, когда он со своей матушкой участвовал в крестных ходах. Но эта картина, я уже сказала, она больше 40 лет находилась в мастерской у художника, он ее переписывал. Известно, что в начале 90-х годов он экспонировал эту картину на своей персональной выставке в Москве и Петербурге, но она была изъята из каталога по цензурным соображениям. А уже в 20-е годы, когда друзья, коллеги Репина, посредники, арт-дилеры устраивали серию выставок, чтобы хоть какие-то деньги принести Репину, который оказался лишен материальных финансовых средств после революции, и Репин узнал, что эта картина, возможно, будет приобретена одним из чешских коллекционеров, а выставка планировалась в Праге в 24-м году, то Репин пемзой все счищает, всю живопись и переписывает эту картину заново. Но я думаю, что, конечно, не совсем все счищает, как пишут, а что-то, конечно же, сохранилось. Он точно, совершенно, увеличивает фигуру протодиакона, и протодиакона приближает к переднему краю холста, и как бы протодиакон такой, оказывается, очень большой фигурой, которая наваливается на нас, на зрителя, и он достигает такого вот эффекта этого бегущего протодиакона, да, с ужасом в глазах, с открытым ртом, он то ли поет, то ли он действительно убегает от этой толпы, которая за его спиной, там что-то происходит, опять же, какое-то столпотворение, борьба за право приложиться к иконе, и вот этот ужас, непонимание, да, и какая-то суматоха, суета, отсутствие воздуха, отсутствие неба. Сложное впечатление рождает эта картина благодаря еще своей очень цветной живописи, открытым пастозным мазкам, размашистой живопись, это как раз вот тот самый поздний Репин, но эта живопись передает невероятное эмоциональное вот такое состояние драматизма, да, от того, что происходит. Происходит здесь, на этой картине, и то, что происходило в душе Репина, а в 20-е годы ведь Репин очень болезненно переживает то, что происходит с его страной, он переживает катастрофу 17-го года, и те письма, которые недавно были опубликованы, последние два десятилетия, я имею в виду, его переписка с Корнеем Чаковским, его переписка с Базилевским, они, так сказать, приоткрывают позиции Репина в отношении того, что происходило в нашей стране. И вот эта вот боль, страдание художника, который очень тяжело переживает свою эмиграцию, свой отрыв от родной земли, с одной стороны, с другой стороны, в эти годы, мы знаем, к Репину в 1926 году приезжают делегации советских художников во главе с Бродским, его приглашают вернуться в Советский Союз, ему обещают мастерскую, звание народного художника, почетную пенсию, любовь, так сказать, любовь народную. В 1924-1925 году в Советском Союзе прошли его монографические выставки. Репин, с одной стороны, очень хочет посетить Москву и Ленинград посмотреть на выставку своих работ. С другой стороны, он понимает все то, что происходит в России. И одной из таких главных и важных, наверное, задач в эти годы было помочь покинуть Советский Союз его младшей дочерью, со своей дочерью, с шестью внуками, и переехать в Пенаты. И Репин очень много сил прикладывает к этому. Он, так сказать, находится в переписке и с Пешковой, и с Луначарским, и с Ворошиловым. И ему удается вернуть свою дочь с ее многочисленным семейством, но это произошло всего лишь за месяц до его кончины, в 1930 году. В творчестве Репина очень важная тема занимает народническая серия. Она посвящена судьбе народников, которые шли с Евангелием в руках, осуществляли, так сказать, просветительскую деятельность, обучали крестьян ветеринарному делу, математике, географии. Постепенно это народническое движение приобрело какую-то кровавую окраску, переродилось в серию террористических актов. И понятно, что русское общество, оно сначала, поначалу с большой симпатией относилось к народникам, а потом, так сказать, это отношение начало меняться. И на протяжении 70-80-х годов отношение менялось, и таким очень переломным моментом, наверное, послужило убийство Александра Второго. И Репин, когда задумывает эту серию, он задумывает ее во второй половине 70-х годов. Очень долго эти картинки, небольшие картинки, написанные в основном на дереве, они находятся в его мастерской, Репин их не выпускает из своей мастерской, никому не показывает, не экспонирует. Он уточняет смыслы, он работает над композицией, работает над уточнением этих образов, психологических реакций, интриги, которые есть в каждой картинке. И выпускает эти работы уже в середине 80-х, в начале 90-х годов. Арест пропагандиста, здесь стоит дата 1880-1892 год. В этой маленькой работе современники, так сказать, видели, с одной стороны, арест пропагандиста, арест нигилиста, а с другой стороны, они считывали параллели с евангельской образностью. Здесь находили иконографические схемы о смеянии Христа. И действительно, в литературе той поры, даже в публицистике, появляются сравнения народников с евангельскими образами, поскольку они руководствовались очень чистыми нравственными идеями. История этого движения, она сложилась вот таким трагическим образом. И вот в этой маленькой работе, здесь представлены два варианта ареста пропагандиста, Репин, во-первых, выступает блестящим мастером. И очень интересные куски вы здесь можете увидеть, особенно на переднем плане, которые напоминают нам живопись Федотова. Репин, несомненно, знал это искусство, да, и, так сказать, изучал его. Но главное, конечно, что его интересует, это конфликт. Тот разрыв, который начался между народом и интеллигенцией, начиная буквально с петровских времен, и который наиболее, так сказать, ярко проявился во второй половине XIX века. Это одна из таких очень важных, болезненных тем русской художественной культуры второй половины XIX века, рубежа веков. И любопытно, что Репин на это реагирует. Он, так сказать, тоже дает свое видение этой ситуации, свою интерпретацию. Слева от меня картина, которую Репин написал в 1883 году, после очередного своего европейского путешествия, после знакомства с коллекцией, с художественной коллекцией музея Прада. И она очень, так сказать, мастеровита написана, блестяще исполнена, да, и такая богатая светотень, и живописно разработана, очень интересно. Но, наверное, не случайно, что в этом сборище людей присутствует 13 человек. И, опять же, эти 13 человек, присутствие этих 13 именно человек, да, ассоциировалось у современников с композицией «Тайные вечери». Современники это, несомненно, считывали. В советское время Репина хотели сопрячь стрельценно-освободительным движением. Может быть, это сопряжение не так хорошо удавалось, потому что пришлось изменить ряд названий картин Репина. Вот эта картина, которая самим Репином была названа при свете лампы, в 1937 году получила название «Сходка». Главное действующее лицо, персонаж, который, так сказать, восстает из-за стола, да, он одет в такую красную рубаху революционного цвета, он ржеволосый в очках. Так представляла и русская литература, и русская живопись, образ Нигилиста, который вызывал реакцию, такое отторжение, в общем-то, у большей части русского общества. И здесь в картинке арест пропагандиста, он, так сказать, тоже напоминает вот этого человека. Следующая работа, которая тоже пострадала от переименования, это картина «Перед исповедью». Сейчас она называется «Перед исповедью». В 2006 году ей было возвращено ее авторское название. А в 1937 году, накануне персональной выставки Репина, эта картина получила название «Отказ от исповеди перед смертной казнью». И когда мы смотрим на эту картину, как на отказ от исповеди, мы видим одно. Когда мы смотрим на картину с названием «Перед исповедью», мы не знаем, как себя поведет ни священник, ни смертник в этой камере. И Репин нам дает, так сказать, пространство для размышлений, для определения самим, каково будет дальше поведение этого человека. Мы видим вполне доброжелательно склонившегося к нему священника. И в центре композиции крест. Может быть, этот человек откажется исповедоваться, может быть, он поцелует крест. И Репин не дает однозначных ответов. Он вообще старался предоставлять такую полную свободу для размышлений зрителю, и никогда не навязывал ничего, никогда не учил и не судил никого. Это уже в советское время, так сказать, определенные какие-то штампы восприятия Репина были навязаны. К сожалению, вот, советской литературой, которая страдала таким идеологизированным подходом. Образ заключенного с картины «Перед исповедью» несомненно находит свои переклички с образом Христа из Нижегородского музея. Он появился недавно, в конце 90-х годов. До этого времени мы этой работы не знали. Но эта работа оказалась очень важной, потому что она фиксирует перелом в евангельской серии, в образе Христа. Вспомните образ Христа в картине «Воскрешение дочери Аира». Он очень гармоничен, идеален, спокоен, целостен, торжественен. Здесь образ совершенно другого человека. Это образ Иисуса-современника, которому знакомы сомнения, знакома какая-то психологическая уязвленность. Репин его подает в такой очень активной свето-теневой игре. И вот эта зависимость от внешнего источника освещения, она, так сказать, наводит на мысль, что Репин пытается изобразить человеческую природу Христа, отодвигая как бы его божественную ипостась. А рядом этюд Иуда. Они написаны практически в одно время. То есть они в одно время находились в мастерской художника. То есть это говорит о том, что он пытался почувствовать одно, а потом перейти к противоположному, чтобы почувствовать это другое и наиболее, так сказать, ярко, эффектно попробовать передать мазком, цветом, ритмикой образность. И вот оно как бы ощущалось наиболее ярко, когда он работал над такими картинами-антиподами. Во второй половине 80-х годов Репин приступает к разработке большой евангельской композиции. Это тема искушения. И здесь представлен ряд эскизов. К этой теме она ему не давалась. И в какой-то момент художник разрезал эту композицию на части. Но потом снова возвращается к ней и снова на большом холсте пишет эту работу. Успеха она не имела. Это действительно очень сложная тема, тема искушения. Но к ней был создан целый ряд и графических, и живописных работ. И многие современники позировали для образа Христа и для образа Сатаны. И эти этюды сейчас, так сказать, разбросаны и в европейских собраниях, и в российских музеях. Это вообще очень интересная тема. Евангельские мотивы, евангельские сюжеты в творчестве Репина. И в советское время они мало привлекали исследователей. Считалось, что работ практически нет. Это как бы находилось на периферии его творчества. Сейчас очень активные исследователи занимаются, тщательно изучают эти вопросы. Тема сопряжения евангельской серии и современной жизни, она вот решается в этом отделе. И здесь представлена работа Николая Мерликийский «Избавляет от смерти трех невинно осужденных». Она была написана по церковному заказу. И Репин исполнил три варианта. Первый вариант, который здесь на выставке представлен, он был приобретен императором Александром Третьим с передвижной выставки. А последний вариант, он, так сказать, пошел в монастырь. Но Репин, когда он обратился к этому сюжету, его интересовал не столько житийный текст, а его интересовала психологическая ситуация. И он, так сказать, работал как художник-психолог, который занимался исследованием человеческих душ. Композиция построена таким образом, что здесь есть и драматургия рук, и драматургия лиц, и драматургия глаз. Но момент, который изображает Репин, это избавление от казни трех невинно осужденных. И Репин здесь пытается изобразить, помимо сложнейшей интриги психологической, миг, который меняет течение жизни. То есть Репин каждый раз, когда он обращается к какому-либо сюжету, он пытается выйти в иной регистр, от быта к бытийному, от житейского к философскому. Для него сюжет – это повод для изображения какой-то ситуации. А уже в этой ситуации есть интрига, есть драматургия, есть психология, есть какие-то более обобщения каких-то таких очень серьезных глобальных вопросов, которые волновали русскую культуру художественную. И в этом смысле Репин ужасно интересный художник, им очень интересно заниматься, потому что каждый раз это не просто картина. И знания европейской живописи, знания каких-то очень известных картин, несомненно, Репин использовал в своем творчестве. И, так сказать, переворачивал очень часто ради выражения собственных смыслов, как бы собственных идей, собственного послания художественного, которое он оставил нам, своим современникам. Но когда мы говорим про вот эту картину Николая Мерликийский, надо, конечно же, добавить еще, что в монастыре вариант интерпретации Репина не приняли. И она была отправлена в служебные помещения. И после революции эта картина тоже как-то долго и сложно путешествовала. Потом она оказалась в Харьковском художественном музее. Репину помогали в работе над этой картиной и позировали Дмитрия Мережковского, вот этого юношу в светлом розовом платье. В образе Николая Мерликийского считается, что, так сказать, и Лев Толстой, а по другим источникам Аполлон Майков. Над тем смертником, над которым занесен меч палача, это Ироним Ясинский, публицист, писатель. И вообще, так сказать, это вот круг тех людей, с которыми Репин начинает общаться во второй половине 80-х годов. Эти люди были связаны между собой протосимволистскими интересами. И, так сказать, зарождалась новая эра, что ли, в русском искусстве. И Репин был вхож в этот круг. Он много общался с этими людьми. И его интересы меняются. Он отходит от проблематики социально-политической. Его интересует евангельская проблематика. И так сказать, целый ряд других тем и мотивов появляется в его творчестве. Но прежде чем, так сказать, это все реализовалось, должна была пройти очень большая, серьезная работа. Почему картина Николая Мирликийский находится на стене рядом с картиной «Не ждали»? Это большое полотно, которое завершает народническую серию Репина. Тема явления, да, миг, меняющий жизнь, она объединяет обе эти картины. И в картине «Не ждали» Репину удалось поймать вот тот самый миг жизни. Он изображает мгновение, за которым должно последовать изменение мизансцены. И Репин здесь выглядит очень умелым режиссером, постановщиком, постановщиком очень сложной драматургической ситуации, некой интриги. Что мы видим? Мы видим, как Сыльный входит в дом, ему открывает достаточно равнодушно горничная, по-видимому, она его не знает. Мы видим реакцию детей, которые находятся здесь. Мальчик его узнает и радостно, так сказать, приподнимается. Девочка его не знает. Она, видимо, была маленькая, когда он исчез из дома. И, так сказать, Репин ее изображает в такой позе страха, вот такой овал. За фортепиано сидит то ли сестра, то ли жена этого человека, и она со спины узнает. И вот ее реакция – это как бы реакция постепенного узнавания. Но самый главный образ – это образ матери. Репин сложно ее характеризует со спины. Она тянется навстречу входящему. И вот образ ее руки, как будто эта рука едва касается кресла, так мать осознает явление ее сына, который там отбывал сынку или каторгу. И у Репина каждая деталь в картине очень важна. Она работает на разъяснении интриги. И вы видите на стене гравюра на Голгофе с картины Штейбена, которая связывает судьбу вернувшегося Сыльного с крестным путем, который отражает Голгоф. А также вы видите портреты Некрасова и Шевченко, вдохновителей на этот путь, этого человека. И здесь есть небольшая фотография, которая едва различима. Эта фотография была понятна и известна хорошо современникам. Это фотография Александра Второго в гробу. И таким образом Репин связывает судьбу этого человека и с убийством Александра Второго. Тема явления Сыльного Мига, где сцепляется его прошлое, его прошлое связывается и с бытом этой семьи, и с этими картинами, которые есть, и с будущим. Потому что мы уже говорили о том, что Репин изображает Миг, за ним неизменно должен последовать следующий миг. И таким образом мы воображаем будущее. Либо это радостная встреча, либо какой-то разговор. Ну, так сказать, что-то обязательно должно произойти. И в этой картине есть еще одна маленькая деталь, но очень важная. Это приоткрытое окно, веранды деревянного дома и вот эта зелень, яркая зелень, омытая дождем, которая тоже олицетворяет собой красоту этого мира. И Репин задается вопросом, а в чем смысл жизни? И вообще, так сказать, как эта жизнь? Она должна быть направлена на общественное служение? Либо она должна быть посвящена дому, семье, каким-то иным ценностям в этой жизни? Репин в 1984 году, когда он экспонировал эту картину, по рецензиям современников, Репин остался недоволен образом ссыльного. И он трижды его переписывает. И в окончательном варианте, в варианте 1988 года, он входит неуверенной походкой в дом и обращается своим взглядом к матери. Он пытается... То есть вот этот диалог, эта пауза, это напряжение, и он, так сказать, смотрит в глаза матери и пытается найти ответ на вопрос, как она его примет. И, так сказать, вообще как отнесется к тому, что свершилось в их жизни, в жизни их семьи. Это несомненная какая-то драма, несомненная трагедия в жизни. И, так сказать, эта картина, конечно, по тем невероятно глубоким смыслам, которые она несет, отражая, с одной стороны, быт русской интеллигенции, а с другой стороны, она дает пространство и выход к вопросам бытийного свойства, философского свойства. Она, несомненно, является духовным автопортретом русского общества в русской живописи. Это очень глобальная картина по той глубине постановки задач такого философского свойства. На этом мы заканчиваем первую часть нашей экскурсии. Выставка наша очень масштабная, она располагается на четырех ярусах. И в следующей, второй части будет продолжение.